Мне поступило предложение от Натальи Николаевны. Наталья Николаевна пытается исправить ситуацию в Забайкальском крае. Это заслуга в том числе Натальи Николаевны. Вот в этом, я считаю, принципиальное отличие Натальи Николаевны. То есть мы можем сказать, что вы человек Ждановый? Ну, я считаю, что да. Недолго тосковал Дмитрий Кочергин по Наталье Николаевне. 28 января он покинул пост заместителя председателя правительства региона. Покинул и Забайкалье. Шли слухи, что новая должность ждет экс-вице-премьера в Самаре. Сегодня они, наконец, подтвердились. Дмитрий Кочергин назначен заместителем руководителя администрации Самарской области, сообщает газета «Волжская коммуна». По иронии судьбы, один из самых закрытых чиновников Забайкалья в новом месте будет заниматься связями с общественностью. Вот как комментирует новость самарские блогеры. В Забайкалье сохраняется миграционная убыль населения. Там нет производства, ежегодно горят леса. Аграрное земледелие – утопия. Теперь к местам, куда бегут забайкальцы, может прибавиться и 63-й регион.